Новый год Ох, наконец-то можно выделить время от обзоров Только я, чай и охотник за разумом А там еще и второй сезон очень странных дел И каратель вышел Красота Алло Алло, Диман? Нет, вы случайно набрали Александру Палю, Диманов тут нет Ты что, не признал? А должен? Ну это же я, спецагент через забор ногу за Дерещенко Ну так че я звоню? У тебя там одна незаконченная трилогия есть Как-то некрасиво получается Надо бы завершить Слушай, я уже закончил и хостелы, и могилы Второй Джиппер Скрипперс я вообще не обозревал А у Холмов есть глаза, обошлись только двумя частями Так что все, давай там спасай мир и соси жопу Ээээ, ну погоди Соси жопу, я сказал, я отдыхаю Все, давай Жопу пососать? Ну окей А теперь скажи это сюда Куникилька, блять Короче, сри как хочешь, но башку свою продрочишь И сварганишь третьей обзорной попею 3 икса А иначе я тебе эту волыну в глотку затолкаю И ты будешь в предсмертной огоне пулей из своего шоколадного глаза выталкивать КОМПРЕНДЕ Вот и все Да ёперный театр, почему все в последнее время желают моей смерти Здравствуйте дорогие друзья, с вами Кинокиллер И я провожу масштабный стёб, поиск косяков и подробный анализ в различных кинофильмах Вот знаете, последние два года в кинематографе можно окрестить как время, когда давно забытые франшизы получают свои продолжения Некоторые из них получаются хорошими, как например сиквел на игле и Блэйд Раннер А некоторые уже заведомо становятся окрещены термином Такими фильмами стали сиквел Дня Независимости, второй образцовый Самец, продолжение Плохого Санты, восьмая часть Пилы и третья часть Джипперса Крипперса Но ещё вышел такой фильм, который вызывает вопросы А хороший ли он возвращение или же дрянное? Это кинофильм Triple X Return of Zander Cage, который у нас перевели как 3XA Мировое господство Думаю, это не секрет, что многие ждали, когда же Вин Дизель, искупавшийся в славе от Форсажа и фильмов про Ридика Хотя, учитывая два последних фильма с этим персонажем, то его легко можно обзывать гнидиком Вернётся к своей давней роли безбашенного спецагента Ксандера Кейджа, и вот этот момент настал Но довольно трудно сказать, стоила ли игра свечи, можно ли считать воскрешение франшизы удачным Хоть эта часть и собрала свою кассу и получилась нисходительные отзывы и критиков и зрителей, всё равно остаётся некое странное послевкусие И сегодня мы разберёмся, куда же можно отнести триквел этой франшизы Итак, во-первых, это кинофильм 3XA Мировое господство Во-вторых, сейчас все помолчали и послушали короткую беседу И что меня уже не обрадовало в самом начале фильма, так это титры И если вспомнить, что было в предыдущих частях, то вопросов не возникало У фильмов был определённый стиль, и титры это красиво подчёркивали А тут Зачем тырить титры у миссии неуполнимо? Вы же 3XA, делайте всё более красиво Ну да ладно, фильм начинается с того, что какой-то спутник стремительно направляется к нашей планете, дабы сделать бабах А в это время на земле наш любимый Агастас Гиббонс в исполнении Самуила Джексона рекрутирует нового агента Какой-то пацан понял, что можно кататься в пустых бассейнах и вытворять классные трюки Фильм парня на скейтах смотрел? Неплохой Ну это неважно А где Агастас Гиббонс? Я вижу Сёму Джексона, но я не вижу Гиббонса В прошлых фильмах Гиббонс был непоколебимым патриотом своей страны, который готов был отдать жизнь за её безопасность и процветание А здесь У нас крупнейшая, самая дорогая армия во всём мире, а мы до сих пор боимся бомб, спрятанных у кого-то в трусах Почему так? Где это всё? Это какой-то весёлый дергунчик, а не Гиббонс Всему миру оказались нужны пустые бассейны То же самое и 3XA Окей, мне нравится эта стильная шняга с титрами, причём они туда даже классную шутку про Мстителей умудрились пиндюрить Но! Ты нанимаешь Неймара? Может быть он и классный футболист, но, мать ктулху, ваши кадровые системы по подбору агентов становятся только хуже Тогда я оставлю тебя Всем лежать! Из места! Шевелись! Ты же ведь говорил, что не герой В конечном счёте, всё сводится к одному и тому же вопросу, что я задаю жене по пятницам вот уже 20 лет Может уже сделаем это? Да что за ёб твою мать? Серьёзно? Вы действительно думаете, что я куплюсь на это? Вы как бы уже выпиливали персонажа Джексона в сиквеле с его неожиданным возвратом, плюс к тому в трейлере были кадры, которых мы ещё не увидели Так что возьмите свою фейковую смерть и идите с ней куда подальше Мы переносимся в штаб-квартиру ЦРУ в Нью-Йорке, где вовсю начинается заседание, на которое хотят попасть какие-то мутные люди Это устройство, обрушившее наш спутник и убившее Гиббонса Так, окей, и что на этот раз? Глаз бога? Хитровысранная кроличья лапка? Очередной анаф? Техники окрестили его ящиком Пандоры Блин, ну окей, на название не поскупились Стоит нажать на кнопку, и вот вы уже слушаете секретные переговоры Выводите из строя технику, передаёте дезинформацию или превращаете обычный спутник в тактическую боеголовку Скажите, это стало быть любую стенку можно так убрать? Понятно, очередное оружие массового поражения, ничего особо нового, честно говоря Один из вас стоит за этим, и я не выпущу вас отсюда, пока не выясню в том В этот момент к ним со всех ног бежит Донни Йен, который Который там должен в ауте и без сознанки валяться, но хер там плавал и нырял Сила течёт во мне, и я един с силой Короче, он и его банда, которые ничего, собственно, важного не сделали Кроме того, что пару обмутков устранили Благополучно свалили с девайсом, что вызывает у этой белобрысой леди вамп сжение ниже спины Нужен тот, кто сражается и мыслит, как они Нужен человек, способный войти в торнадо и выйти из него, как после лёгкой прогулки Эээ, ты про Билла Пэкстона из фильма «Смерть», что ли? Конечно же нет, она, само собой, говорит о Ксандере Кейдже, который не погиб, как говорили в сиквеле Доклад по линии центра Ксандер Кейдж убит на Бора-Бора Вчера А занимается своим любимым делом Ну да, так бы всё и закончилось Или у вас в этой вселенной настолько хорошо амортизированные копыты, что вы их сломать не боитесь Ну ясен хер, это всё сделано ради нереалистичной и крутой херни Ну в чём-то Бодров прав Ну как бы вспомните предыдущие части Там имели представление, что под крутую и экстремальную дичь надо врубать драйвовое музло А тут какая-то слащавая попсятина Блин, придётся исправлять Вставлю музыку из трейлера к первому фильму Ну скажите, что смотрится гораздо лучше То есть ты скоммуниздил какой-то важный объект с вышки, чтобы селяне смогли футбик посмотреть? Потому что он герой, которого Готэм заслуживает Ксандр, ты же всегда был себе на уме, я тебя не узнаю Далее он расчекрыживает мадаму, пожалуй, по времени немного с вопросами и направляется в путешествие Убежать от своих проблем не получится Новый план нужен Новая карта Я вас предупреждал Меня опять терзают смутные сомнения Не смесь ты урод, живо на колени, ты ублюдок Ладно, я готов вам подчиниться Я этого хочу, но вы сбиваете меня с толку Не смесь ты урод, живо на колени, ты ублюдок Что мне делать? Мне нравится этот парень Александр, я, конечно, все понимаю, что ты все знайка и крутышка Но а что, если бы там были боевые патроны? В первой части ты в рукопашную всех уделал А тут и по мирным жителям, и по военным решил пошмалять А давайте поищем крайнего, который думает, что раз у него пушка, он может из нее шмалять направо-налево Короче, к нему подскакивает эта блонда в исполнении Тони Коллетт И путем хитрых манипуляций, а именно Гиббонс, сдох, нужна твоя помощь Пытается уломать его на выполнение задания Ваш патриотизм умер, только бунтари и тираны остались И кто же вы? Я Трикса Ты долбоеб Эээ, куда вы? В Лондон Что в Лондоне? Ловец призраков И, возможно, моя шуба Так, окей, Ксандр и его шуба Персонаж опять становится похожим на себя Он заваливается в The Capital of Great Britain Для двоечников в Лондон к хакеру Чтобы найти злоумышленников и забрать свою шубу Я почти забыл, какой отсюда красивый вид О, да, нашел свою шубку Разводят, суки! Это не его шуба, в первом фильме у него была другая Этот фильм пытается меня наебать Он старается ее уломать, достать для него инфу Но она такая, типа, вся непристойная И ставит перед ним, ну, просто супер неуполнимое задание Придется тарахать кучу телочек И чего не сделаешь для своей страны? Где-то я это уже слышал! Блин, ну вы из части в часть будете эту фразу фигачить И, кстати, на что ты там пошел ради своей страны? Судя по тому, что у дамочек вполне себе целенький макияж на лицах То ты там явно с ними не сексом занимался Ты им, походу, клофелин подмешал и кошельки истырил Да, уж, страна тобой гордится В общем, он достает инфу о местоположении злодеев И за проделанную работу ему предоставляют это Мир не стоял на месте после вашей смерти Появились бортовые дроны Эффективные противовоздушные контрмеры И настолько большие топливные баки Что можно облететь мир три раза без дозаправки Поднять без занимать что? И все топсили Не, конечно, все понимаю Компьютерные игры настолько сильно продвинулись вперед Что фильмы многое оттуда перенимают Но Мне кажется, или 3Х нагло стырили самолет Левиафан Из игры Splinter Cell Blacklist Ну, передвижная воздушная база С высокотехнологичными приспособлениями И харизматичным шпионом в центре внимания Уж очень похоже Ребята, меня захватите! Я вам пригожусь! Ксандер Кейдж! Вот те она! Я была в качеле, когда Гансен Розес воссоединились Но это намного круче Она очень милая И любви обильная Ну и позвольте вам представить нового технаря Ксандера Кейджа Пофиг, как ее зовут В исполнении Нины Добрев И знаете, у меня очень странное чувство по отношению к ней С одной стороны, своими мимишностями и какой-то скрытой извращенностью она вызывает улыбку Шучу, у меня даже нет безопасного слова Кумкват Ах А с другой стороны, она тут местный Джа-Джа Бинкс Думаю, вы поняли намек И на этой ноте я задам крайне интригующий вопрос А где Елена и ботан Тоби? Куда вы их дели? Ладно, я могу понять, что Тоби был подпердушем Гиббонса И после перехода Кейджа в лапы блондинки ему предоставляют новую команду Но Елена-то куда делась? Утонула, когда они в конце первой части купаться пошли? Ладно, Блонда дает в распоряжении Кейджа отряд морпехов На что он делает то же самое, что и с ним сделали в первой части А кто-нибудь из вас гонял по черной трассе на сноуборде, когда лавина ласкает тебе пятки? Мы тут не сидим на Mountain Dew и Red Bull и кретин Я обожаю экстрим! Я не доверю клоунам прикрывать меня Даже не сомневаюсь, что пожалею о вопросе Но кому вы это доверите? О мой, Ктулху, только не это Он реально набирает команду? Ага, Ксандер Кейдж, герой-одиночка, который в одно рыло устранил организацию Анархия-16, набирает на помощь людей Создатели? Зачем? Зачем? Зачем вы это делаете? Вы превращаете Ксандера Кейджа в... Эй! Доминика Торетто! Не надо! Нам и форсажей хватает! Ну да ладно, он рекрутирует лесбуху-снайпершу по имени Адель Безумного водилу, он же пес из Игры Престолов И бесполезного шкета-азиата Хорошие, плохие, экстремальные и совершенно чокнутые Алкоголики, тунеядцы, хулиганы Сразу скажу, что из них троих только снайперша хоть какую-то пользу несет Пес вообще ничего особенного не сделает, а азиат... Теперь вы все мои солдаты Я не солдат, я тусовщик Воу-воу-воу, Шингис, хлебалка-то прикрой Ты не тусовщик, я знаю тусовщика, вон он на диване откисает А чё, мы уже в Преди Против Джейсона снимаем, да? Эм, да нет, пока что 3 икса снимаем Ну иди нахер тогда, чё будешь, блин? Он довольно грубый Короче, ребят обвешивают техникой по самые помидоры Оксандру дают супер эластичный и прочный броник И они выдвигаются туда, где зашкерились главгады А именно на какой-то пати в Маниле 30% и вы найдете здесь лучшее гостеприимство 22,5 Как ты половину сделаешь? 22 И половина Половина Сломал автомат об коленку Вы, вы, вы губите Кейджа Вы делаете из крутого персонажа карикатуру Не надо Несмотря на то, что после такого поступка Исксандра сделали Боришито Его и банду пропускают на Тусу Тише, 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 тише Отсыпайся, отсыпайся Адель занимает снайперскую позицию Иксандр заказывает свой любимый коктейль Ладно, что будешь? Клюквенный сок с содовой У тебя что, месячный? А злы дни уже заметили, что Три Хэ ворвался в тусовку И на его устранение отправили Тони Джа Который не такой крутой, как обычно Да еще и с ирокезом Про ирокезы я уже в прошлом обзоре сказал Давайте я Это вечеринка или похороны? Невадно, в любом случае пора зажечь по полной Так, во-первых, пользы от этого персонажа все равно никакой Он тут только ради того, чтобы раскачать толпу, дабы Джа не убил Кейджа Блин, а звучит как чистый воды маразм А во-вторых, думаю, что реакция толпы была бы вот такой Э, слышь, урод! Что нахер оттуда? И мните нашего диджея! Ксандр выцепляет девчулю главгада У них начинается любовь, осися и все дела Так, стоп, это же уже было Ребята, вы не вывозите И Донни Йен приглашает его за общий стол Ганбэй Ганбэй Беспалевный агент, ага Далее идет, на самом деле, довольно прикольная сцена с гранатами Хлопа, мы все покойники Ну это действительно круто Три безбашенных отморозка играются со смертью Браво Итак, Ксандр пытается словесным поносом выудить ящик Пандоры Но тут Затем пришел человек и рассказал историю Про страшную засуху в Калифорнии То, что про скейтборды и про бассейны А еще о человеке по имени Ксандр Кейдж О, черт, он из трех иксов Чего, блядь Да, вся эта банда отморозков Это члены отряда Три икса Ну твою-то мать, ну это уже в сиквеле было неприкольно Что Ice Cube взял этот псевдоним А теперь тут целый отряд так называется Три икса, это Ксандр Кейдж Так пусть он и остается таковым Итак, тут на Сенсейшн подваливают русские И начинается масштабная пальба ради сокровенного девайса Донни Йен сваливает на байке и Кейдж устремляется за ним Скажите честно Вы когда-нибудь такое видели? Нет Если вы думаете, что это невозможно То просто пробейте в гугле или на ютюбе Я сам охерял от того, что это возможно Ребята, до берега не подбросите Икс достает девайс, но индуска уничтожает его с мотивом, что такая мощь не должна никому принадлежать Но несмотря на то, что ящик Пандоры канул в лету Чудовищный взрыв на Олимпийском стадионе потряс всю Москву Семь рабочих признаны погибшими И не менее 25 человек пострадали во время этого бессмысленного акта насилия Маньяки! Вы все взорвали! Оказалось, что тот ящик, за которым все охотились, был прототипом А настоящий до сих пор находится в лапах у злодеев И возникает вопрос У кого? Еще чуть-чуть Стоп Когда Сян разбил окно Он единственный, кто не вздрогнул Блять, ты кто такой? Кстати, да, я его даже при первом просмотре запомнить не смог Хотя его рожи показывали Оказалось, что ящик Пандоры захватил в своей культяпке директор ЦРУ Который зачекинился в Детройте в тайной квартире Которая весьма умно и прикольно облеплена обогревателями Чтобы тепловизор не смогли его засечь Так, стоям бы Это же уже было в новом уровне Ребята, вы не вывозите! Что ж, они узнают местонахождение Дирика И выдвигаются на перехват Но как это и бывает в реальной жизни Не одни они такие умные Так как команда Дониена тоже бежит за ящиком И в этом отрывке столько жести, что не передать словами Да уж, Дониен хоть попытался изобразить, что ему больно А ты? Так, тихо, тихо Успокойтесь, все на мана Все в порядке Мой хребет валяется вон там А селезенка размазана вот здесь Все в порядке Я так и планировал И кстати, что там с нашими бесполезными сослуживцами? Самая адекватная, но при этом скучноватая погоня Досталась индусский Тони Джа А Шингис с псом гонятся за перекачанной версией приятного Ильдара Держись! Держись! Нет, нет, нет! Тютелька Тютельку Ну тут неадекватно, но за Дизелем и Йеном было веселее следить А они как раз добегают до конспирационных халупа ЦРУшника И... Гиббонс верил, что ты вернешься И станешь героем, который нам нужен Если отдашь ящик АНБшникам Мы опять вернемся к началу Словно Бэтмену, Супермена Они не е***ли начинают работать вместе Ваших матерей случаем не Мартами звали? Короче, ЦРУшник выдает инфу о том, что это он убил Гиббонса Ага, убил И что он ради благой цели хотел устраивать теракты Тем временем снайперша занимает позицию Но из-за багрева помещения она не может увидеть цель И происходит довольно крутая херь Читаю между строк, дружище У вас там, по-моему, что-то в зубах застряло Вон там Выстрел поистине вегетарианский Блин, ну это действительно круто Тупо, но круто Блэд, я и сам как эти фильмы начинаю повторяться Короче, это так вау, что просто вау Тут к ним врывается ступит милитари долбабы Во главе с блондой, которой прихватывают ящик Но скручивают йену Короче, я не знаю, обратили ли вы в обзоре внимание Но актриса Тони Коллетт тут отвратительно играет Она все время ходит с вот этим выражением лица Такого я не видел со времен Руни Мара в ремейке Кошмар на улице Вязов В общем, оказалось, что Блонда двойной агент Проклятые крысы задолбали меня Которые присваивают ящик себе А отряд Трикса идет под расформирование Сейчас объясню тебе разницу Ксатар! Ксатар! Кретины, надо стрелять в голову, чтобы убить наверняка Да, я знаю, что я слишком часто использую эту речь из фильма Город грехов Но, сука, ты же видела, что технарь дала Кейджу этот супер-дупер бронежилет Не сподручнее ли все-таки в башню целиться? Итак, Блонда хочет сбросить на остатки команды спутник При этом направляя к ним спиц на своей логике у нее, как мозгов у одноклеточного А в это время очухивается Ксатар, освобождает Донни И начинаются две параллельно идущие экшн-сцены И мы, пожалуй, сперва сосредоточимся на самой скучной На земле идет массивная пальба Все стреляют, стреляют, стреляют! Причем не просто стреляют, а как в 90-х Да, ведь пальба спиной к спине это то клише из 90-х, которая до сих пор котируется Нет, не котируется Стоять бояться Я знаю, что я очень часто использую фразу Но тут Но Это тот случай, когда ее надо сделать особенной Погнали Но Тут Да, как бы я не поносил сиквел, но я отвечаю, что я один Ей ктулху Один в кинотеатре заржал и зааплодировал на этом моменте Чертов Ice Cube Мой поклон режиссеру Ну давай, Ice, с таким-то мощным появлением ты должен отмочить какую-нибудь эпичную фразу Камень, ножницы, бумага, гранатомет Че? Камень Не-не-не, не надо повторять, это было ужасно Йоу, чуваки, вы пригласили Ice Cube, а он даже крутую фразу сказать не может Блин, да любая другая реплика была бы в разы круче, чем эта Например Правой дрочу, левой жопу щекочу Ну да ладно, а теперь к более крутой сцене Ксандр идет вырубать Блонду, а Дониен херачится со спецназом Бред Эй, ступит милитарь долбою Вы в курсе, что пока он вам глазки строил, вы могли его просто пристрелить? Или вам так нравится мальчиками для бития быть? Хотя, знаете, я бы не противился тому, что меня Дониен отмудохает, он слишком крут Ксандр же расхерачивает всех на палубе, что приводит к довольно стильному моменту Кстати, там же вроде к ним Том Круз напрашивался, интересно, как он? Да ебал я в рот такой переворот, лучше бы под водой пять минут поплавал Все злые дни померли, кроме Блонды, которая активировала спутник, но из-за шарма Дониена она отправляется в полет Сам Йен, прихватив ящик, тоже съебал И так Сандр намерен уничтожить спутник самолетом Прямо как крепкий орешек 4, только габариты чуть побольше Ради такого и живу О мой, Ктулхо, у меня начинает шишкан дымить, это нереально круто Интересно, а что будет, если добавить музычки из первой части? У меня пожар в трусах И мне это нравится Эмм, товарищ режиссер Я уж хотел закрыть глаза на то, что ты в этой экшн-сцене разум спи***л моменты из Call of Duty с гравитацией и Saints Row 3 с пролетом через самолет Но спасение благодаря грузу с парашютами из Uncharted 3 я тебе никак простить не могу Я в кои-то веки вас наебать решил, на тебе, тут та же самая поебень Ксандр приземляется, уничтожает ящик, долбится в дёсны с индусской, братается с Дариусом Стоуном Весь мир теперь будет искать нас? На меньшее я и не согласен И затем, несмотря на то, что за ними будет вестись охота, все собираются на довольно запоздалых похоронах Агастаса Гиббонса, где появляется Ну и закончить мы хотели бы любимой песней Какой впечатляющий трюк Фью, лисья, ты морда Какой неожиданный, мать его, поворот Только, кхм, как ты выжил? Там как бы спутник охерачился и пойди уничтожил как минимум пару кварталов Как максимум город Реально, почему ты не сдох? И кстати, где еще один ожог только с другой стороны лица? Если хотел, чтобы я вернулся, мог просто сказать Но ты ведь понимаешь, только грубые намеки То есть твоя смерть должна была подстегнуть Ксандера, чтобы вернуться обратно и разобраться с двойными агентами ВНБ? То есть ты знал, что блонда нечиста на руку и что она хочет тебя спутником запульнуть? Пресвятой кто? Это вообще не имеет смысла, просто одно с другим не вяжется Короче, он дает поучительные советы Ксандеру Развлекайся, найди девчонку и старайся выглядеть как можно круче И уходит с Неймаром, который тоже выжил после взрыва Вот такая жизнь мне нравится Ой, ну вы только посмотрите, какая важная пися Что ж, это был фильм «Три икса. Мировое господство» И к какой когорте сиквелов он относится, хороших или же плохих? Да никаких, он стал по центру Фильм получился довольно средненьким В этой киноленте есть прикольные моменты Достаточно смешные шутки И все-таки Вин Дизель харизмы особо не потерял Но назвать эту часть такой же крутой, как и первая, я не назову Скажем так, этот фильм как «Три икса. Новый уровень» Только с добавлением всяких прикольных ништячков из первой части Мировое господство получился слишком глупым Порядком скучноватым и с какой-то стороны бесполезным Мы увидели «Три икса» на минималках Не так плохо, как второй фильм, но и далеко не так круто, как первый Актеры тут занятные местами Экшен порой вызывает прилив адреналина Но чаще всего вот эта беготня и мишура Воспринимается как обыденная поездка на маршрутке Ничего нового, все по-старому Если приводить в сравнение, то этот фильм Очень похож на миссию «Неуполнимо 2» Он такой же тупой, бредовый, бессмысленный Но при этом не вызывающий особой бомбежки В общем, это средний боевик, который не порочит оригинальный фильм Но и звезд с неба не хватает Посмотреть можно, но только один раз И честно, я даже не знаю, хотел бы ли я увидеть четвертый фильм Где Александр Кейдж и Дарио Стоун будут работать вместе Хотя о чем это я давать Я не против Ну а в следующем обзоре мы посмотрим на кровопролитный Махач офисного планктона Ну, по крайней мере, создатели уверяли, что так будет Оставляйте свои догадки в комментариях А также подписывайтесь на канал и ставьте лайки И еще вступайте в мою группу ВКонтакте Подписывайтесь на мой инстаграм, все ссылки в описании Также, если кто-то хочет поддержать мои обзоры рублем То ссылки на донаты вы найдете также в описании Спасибо, если поможете Спасибо вам за внимание и до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok